Привет, друзья! Не могу не поделиться. Большое радостное событие. Мы же создаём совместно науку человечности. Я вам сейчас хочу привести один живой пример, не называя имени, потому что не согласовывал про имя. Но я передаю этому человеку привет, чтобы он посмотрел этот ролик и ещё раз вдохновился, насколько мы на правильном пути к будущему, к науке человечности и очеловечиванию всех людей на свете. Да, он мне позвонил и говорит, я, говорит, давно пользуюсь вашей методикой, я на ликбезах ваших бываю, я вебинары, говорит, смотрел, я даже в литресе, говорит, вашу книгу последнюю звуком, говорит, слушал. Потому что у меня, говорит, глаза плоховатые, потом у меня, говорит, инвалидность, у меня, говорит, диабет, я, говорит, с одной ногой и всё на железной дороге работаю. И, короче говоря, я, говорит, когда делаю ваши упражнения, у меня, говорит, слёзы текут, я, говорю, я был по телефону, мы разговаривали. Я говорю, ну это правильно, разгрузка происходит. Говорит, ну так я плачу, плачу, я говорю, ну вот, видимо, столько накопилось. Да, говорит, выплакиваюсь, говорит. А потом, говорит, теперь слушайте внимательно, пожалуйста. Такая, говорит, как бы эйфория, ну такая, не эйфория такая вот, а вот какая-то такая эйфория. Я, говорит, всех люблю. От стресса к состоянию такой необыкновенной человечности. Да, я, говорит, всех люблю, я, говорит, иду, говорит, вот, и хочу всем хорошее что-то сделать. Вы посмотрите как. Во-первых, какой он прекрасный человек, и когда стресс снимается, человечность открывается. Это у нас у всех так. Поэтому наш метод-ключ нужен, потому что наш метод даёт быстрые результаты. И самое главное, каждый человек подбирает именно свои действия, синхронные с текущим индивидуальным состоянием, в тот момент, когда он это применяет и развивает у себя творческий подход ко всем вещам жизни, ко всем своим же задачам, и бытовым, и математическим, и ко всяким, как люди многие мне там пишут в личке. Ведь это же главное. Мы все внутри, по природе, прекрасны. Нам мешает только стресс. Повышенное перенапряжение, и очень сложно по другим разным методам выходить на такое состояние. Это же сколько надо там труда и всего прочего. Я вас не уговариваю, не надо, но у вас есть выбор. Выбирайте то, что проще и эффективнее. То, что подходит именно вам. Не надо тратить годы заниматься какой-то системой, непонятно, куда вы должны пройти. Я вам сразу говорю, куда пройти. К этому состоянию Творца. К этому состоянию, когда вам хочется что-то хорошее людям сделать. Вот она человечность. Вот природа человека, Творца. Это же очень важно. Вот даже в таком методе, ну вот смотрите, Каббала, да, Каббала. Там есть сквозной путь, сквозной путь, который мало кто замечает вообще. А есть поступенчатый. Как и в йоге. Как и в методах медитации. Как и в цигуне. Есть сквозной путь. Ключевой, так сказать. А есть вот поэтапный, степ-бой-степ, шаг за шагом. Осваивать новый и новый уровень. И в конце концов прийти туда. К этому. Чему? К этому же состоянию. К состоянию творчества. К состоянию любви. К состоянию человечности. Вот он, Бог в человеке. Творец. Вот какие дела. Поэтому все бы занимались на планете методом ключа, потому что здесь сквозной путь. Быстрый. Подбираешь себе синхронные приемы, действующие. Просто, быстро, эффективно. Снимающие стрессы, переводящие вот эту энергию мощнейшую, энергию страха человека. Переводящие в творческий импульс и создаватель страха произведения. Там такой лежит потенциал, такой выдающийся мощнейший помощник для человека. Стресс. Сегодня 21 век, и люди начинают осваивать новые формы энергии. От еще тогда, раньше, механическая, электрическая, атомная. А теперь вот мы начали в школе человека будущего, хомофутурс. Уже осваивать энергию стресса. В собственных интересах используем. Для того, чтобы быть человеком. Никто этого никогда не знал. Что это высшее из энергии. Наш стресс. От которого мы всегда пытались уйти. Сторониться, который нам мешал, вызывал там тряску, напряжение, вибрации, всякие неприятные боли, дискомфортные состояния. А это, оказывается, высшая сформа энергии, которая всегда внутри нас. Потому что в нас лежит вечный конфликт. Конфликт между тем, каким мы хотим быть. И не позволяем себе по разным причинам. Или нам не позволяют. Мы хотим быть творцами. А нам не дают. По разным причинам. По разным обстоятельствам. И ближние не дают, бывает, не понимают нас. И начальник, бывает, не понимает нас. И мы ломаемся. У нас психосоматика начинает развиваться. Всякие болезни, неврозы и так далее. Мы плохо спим. Оказывается, потому что мы не позволяем себе быть творцами. Теми, кто мы есть по своей исходной природе. Человеками. До встречи, друзья. Всего доброго.